Я каждое утро с пяти утра вкалываю. Скажите мне уже в лицо, что просто никогда не поставите мне по заслугам. Некоторые девочки здесь накатали больше опыта. А мне посрать, я откатала лучше них. Мы также учитываем внешний вид. Если вы уже давно на меня подписаны, то наверняка знаете мои любимые рубрики. Новомодные тренды, эстетики и довольно спорные стандарты красоты. Ты каталась как жирная корова, я со стыда сгорела. И сегодня я хочу поговорить с вами о таком понятии, как стереотипная женская красота. Дайте угадаю, у вас уже появилась какая-то определенная и недостижимая картинка в голове. Да, неудивительно, что в один день мы просыпаемся с нехилой такой папочкой комплексов. Гнида порхатая. Еще с ранних лет многие девочки понимают, просто традиции быть недостаточно для того, чтобы тебя считали красивой. Общество и медиа навязывают нам множество стереотипов. В частности, диктует, как должна выглядеть настоящая красавица. С детства мы видим этот собирательный образ красотки в мультиках, потом в кино, а затем и любуемся идеальной внешностью моделей с обложек журналов. Из-за этого теперь многие девушки стремятся к этому типичному образу красотки и мечтают быть хадидками и кардашьянками. Ни о какой индивидуальности и речи не идет. Но сегодня я хочу разрушить все эти стереотипы, доказать вам, что сила женской красоты кроется в уникальности. Сейчас в тренды выходит такое понятие, как borderline ugly, то есть красота на грани уродства. Когда девушка не вписывается в навязанные стандарты, но от этого ее красота играет еще более яркими красками. Сегодня мы поговорим о ложных стереотипах. Я покажу вам примеры девушек, которые попадают под тренд на грани уродства. А также расскажу, почему типичная красота это скорее капкан, чем спасательный круг. А еще вы узнаете, что такое эффект уродливой роли и зачем все горячие модницы маскируются под гадких утят. В общем, выпуск обещает быть интересным и насыщенным. Ну что, готовы? Тогда поехали. И, конечно, важный дисклеймер. Слово «уродливый» мы используем исключительно в кавычках, чтобы сделать такую ссылку на тренд. Никого не обижаем. Увижу, покажу. Ну и пару слов о сегодняшнем шикарном луке. Знаете, чем-то мне это напомнила учительница английского, которая в один день приходит в школу с новеньким айфоном с сумочкой Louis Vuitton, улетает на Мальдивы и больше ее никто не видел. Нет, ну а что, я не против, оградите меня. Ссылки на все оставлю в телеграме и также мы там о многом интересном болтаем, так что подписывайтесь. И давайте начинать. Знаете, вот бывает, смотришь на девушку, и она вроде бы не подходит под все эти навязанные стандарты красоты. Но при этом, когда смотришь на ее образ в целом, внешность, походка, улыбка, энергетика, подача, то понимаешь, что она красотка. В таком прям понимании Drop Dead Gorgeous. То есть не просто красивая кукла, а именно такая шикарная женщина. Меня вот, например, часто сравнивают с Лейтон Мистер. И когда я в первый раз в жизни ввела ее имя в поисковик, я, честно говоря, расстроилась. Потому что я подумала, ну что это вообще за тетя? И только потом, отлеснув вниз, я поняла, что это та самая икона из сплетниц Блэр Уолдорф. Как вы поняли, именно ее луками я сегодня и вдохновилась. Она нетипичная инстакрасотка, да и сирена, будем честны, тоже. Но все-таки какие же они шикарные. Такая вот нетипичная красота, где некоторые части лица являются полной противоположностью того, что сегодня принято считать желанным и красивым. Но это и делает их лицо запоминающимся, многогранным. Его хочется изучать, хочется рассматривать. Я думаю, вы и сами видели примеры таких женщин и в реальной жизни, и в кино. Вот знаете, лично я никогда не подразделяю девушек на красивых и некрасивых. Есть, как говорится, недофинансированные, неухоженные, или девушке просто чего-то не хватает. Например, бокальчиковина. И в моем списке я разделяю девушек на две категории. Общепризнанные лакмусовые красавицы и женщины с изюминкой. Впервые термин borderline ugly, что означает на грани уродства, я услышала с уст австралийской супермодели 90-х Эль Макферса. Она заметила, что люди, которые нетипично красивы, они более разносторонние и уникальные, чем люди с типичной красотой. И ведь вправду, если вы посмотрите даже на профессиональных моделей, то многие из них отличаются от стандартов и обладают своей уникальной внешностью. Однако это не мешает им быть на пьедестале модного Олимпа и занимать свое место в списках самых красивых девушек планеты. И вот сейчас я приведу вам примеры девушек, лица которых нельзя назвать классические или стереотипно красивыми. Они не подходят под стандарты, у них очень специфическая внешность, но в их таланты и обаяние невозможно не влюбиться. Да, и изюминок в этих девушек, на мой взгляд, хватит на кекс, который попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Вспомним хотя бы Кейт Мосс. Она не похожа ни на Ким Кардашьян, ни на Алексис Рен. Да чего уж там, она вообще ни на кого не похожа. Обычная такая озорная девчонка с элифийскими ушками и, казалось бы, неприглядной серой внешностью. Кейт поначалу реально переживала о своей фигуре и других мнимых недостатках, но потом, когда на первый план вышла ее харизма и ее талант, то все ее недостатки стали ее достоинствами. И она их просто виртуозно обернула в свое главное преимущество. Кейт научилась принимать и любить себя такой, какая она есть. И это послужило ключом к успеху. Именно поэтому она стала одной из лучших моделей в мире. Здесь же мы можем вспомнить и бразильскую модель Жизель Бюнхен, которая была 10 лет самой высокооплачиваемой моделью в мире. Она тоже обладала весьма специфической внешностью. В школьной дне издевались за то, что она была высокой и худощавой, за то, что у нее чересчур красная кожа, слишком большой нос и маленькие глаза. Ей говорили, что она слишком уродлива, чтобы попасть на обложку журнала. И кого же мы тут видим? Со временем мир признал ее красоту, а завистливые одноклассники, наверное, еще долго кусали локти. Именно то, что Жизель была на грани вот этого уродства и выделяла ее из толпы. Быть красоткой и подходить под стандарты — это одно, но быть уникальной — это еще круче. А есть еще Лили Колл, британская модель, киноактриса и еще как минимум десяток амплуа. Совершенно очевидно, что ее нетипичная внешность никак не вписывается в привычные стереотипы о красоте. И согласно стандартам, ей бы не помешало несколько операций и укольчиков-филеров. Но если бы Лили Колл действительно пошла бы на все это и стала бы выглядеть, как любая другая модель, то она перестала бы быть Лили Колл. Понимаете, о чем я? Она потеряла бы свою индивидуальность, ведь именно это и делает ее особенной. Хотите еще пример? Ума Турман — голливудская актриса и бывшая фотомодель. Довольно крупная девушка, рост более метра восьмидесяти и сорок второй размер ноги. Добавьте к этому нестандартные черты лица и немного угловатые движения на красных дорожках. Но режиссер Квентин Тарантино без ума от Турман, в том числе от ее крупных ступней. Она никогда не считала себя красивой, но всегда находила в этом некоторое удовольствие. В Голливуде кругом штампованные секс-бомбы, а она никак не вписывалась в эти стандарты. Этим она и прекрасна. Еще одна девушка, которая попадает в тренд на грани уродства — это Синди Суинни. Да-да, не удивляйтесь. Это сейчас в Голливуде все сходят с ума от ее красоты, и только о ней говорят. А еще недавно она была в тренде в Твиттере за то, что считалась уродиной. Когда она получила свою роль в эйфории, многие недоумевали от ее внешности. Ведь это была нетипичная девушка на роль красавицы. Кого они тогда искали, мне непонятно. Говорили, что, мол, у нее слишком большие глаза, грудь и круглое лицо. Да и вообще она выглядит, как обычная соседская девчонка. В какой-то момент ее просто засыпали оскорбительными комментариями по поводу ее внешности и сравнивали с куклой Маппет. И хотя Синди не разу думывалась о пластических операциях, она приняла себя и в итоге превратилась в одну из самых красивых и талантливых актрис Голливуда. Правда, сейчас о груди Синди разговаривают гораздо чаще, чем об ее актерском таланте, но об этом мы с вами еще обязательно поговорим чуть позже. Надеюсь, мораль всех этих примеров вам ясна и понятна. Мир устал от одинаковости и идеальности. У каждого абсолютно свои изюминки. И вот именно наши отличия делают нас уникальными и особенными. Если вы не похожи на Кэндал Дженнер или Беллу Хадид, это не значит, что вы некрасивые. Каких-то прописанных эталонов красоты попросту не существует. Ведь самый главный секрет кроется в умении себя любить такой, какая ты есть. Я убеждена, что абсолютно у каждой девушки есть свой шарм. Главное его обнаружить и развить. Чтобы вы, например, не думали, что я примерно так выгляжу 24 на 7, вот так я выглядела всего полтора часа назад, когда начала собираться к этому ролику. Да и к тому же практика показывает, те, кто не привык полагаться только на привилегии красивых, добиваются в этой жизни куда больших успехов. Ведь красота — это капитал. А чтобы этим капиталом правильно воспользоваться, нужны еще и мозги. И это, кстати, снова к вопросам о стереотипах. Вот это вот извечная дилемма детства. Что бы ты выбрала? Быть красивой и чтобы оно само к ногам все летело от мужчин? Или быть умной и талантливой и добиваться всего самой? Неужели люди до сих пор считают, что эти параллели не могут пересекаться? С такой проблемой часто сталкиваются красотки и в реальной жизни, и в кино. В обществе почему-то принято считать, что если красотка, перед тобой открыты все двери. Проще учиться, потому что могут поставить оценку за красивые глазки. Проще найти парня или работу. Кажется, что у красивых людей одни плюсы во всех сферах жизни без исключений. Но как бы не так. Даже у идеальных красавиц полным-полно проблем. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Уже много лет женщины сталкиваются со стереотипами. Красивая, значит глупая. Купила машину, насосала. Продвинулась по карьере, переспала с кем нужно. Даже если так, это еще знаете, разберись с кем нужно. А для этого уже нужны мозги. Опять же вспомнить эти избитые анекдоты про тупых блондинок. Что касается типичных красоток, там все еще хуже. Окружающие судят себя исключительно по внешности. Большинство мужчин не воспринимают всерьез. А вдобавок добавляется паттерн красивой пустышки. Именно с такой проблемой часто сталкиваются актрисы, обладающие стереотипной для красоток внешностью. Меган Фокс, Марго Робби, Синди Суинни, Мария Кожевникова, Наталья Рудова, Яна Кошкина. Вопрос. Как вы думаете, что объединяет всех этих девушек? То, что они все актрисы-красотки модельной внешности? Безусловно. Но я намекаю вам на немного другой ответ. Всех вышеперечисленных девушек объединяет то, что их красота послужила им неким капканом в актерской карьере. Вспомните роли или персонажи, которые достаются этим красоткам. За исключением Марго Робби, секрет который я раскрою через пару минут. Всем этим актрисам доставались однотипные роли типичных красавиц. Декольте поглубже, юбка покороче. И когда наклоняешься, не спеши выпрямляться. Вы встаньте и покрутитесь. Сейчас? Да, сейчас. Вокруг себя. Конечно. Поднимите платье. Посмотрю на ноги. Выше. Меган Фокк, начиная с 15 лет, раздевалась в большей части своих фильмов. После выхода «Трансформеров» образ горячей брюнетки окончательно закрепился за Меган. И в итоге, если режиссеры и приглашают ее сниматься, то вряд ли рассчитывают на ее актерский талант. Марго Робби тоже до определенного момента была такой блондиночкой, которая отвлекает всех своей красотой. Что она говорит, уже не так уж и важно. Главное, чтобы дышала и моргала. Возьмем нашу Марию Кожевникову, которая закрепилась в сознании зрителей, как Аллочку из универа, и долго не могла выбраться из этого образа. До сих пор многие удивляются, когда видят ее на заседании в Госдуме и считают, что она туда попала через постель. Красотка Наталья Рудова тоже в основном играет однотипные роли. И поскольку ей уже не 20, сейчас она играет не эскортницу, а бывалую эскортницу. Как, например, в «Жизни по вызову». Яна Кошкина тоже не помню ни одной ее несексуальной роли. Она всегда любовница или эскортница. Вот и Синди Суэнни, которая в эйфории, хоть и показала местами свой актерский талант, может пойти по той же скользкой дорожке. Потому что на данный момент фотографии ее обнаженной груди ищут куда более пристрастливо, чем фильмы с ее участием. А теперь самое интересное. Вот как вы думаете, каким способом можно этого избежать? Как не стать заложником своего образа и заставить всех видеть не только твою красоту и сексуальность, но и талант? На самом деле ответ может вас удивить. Надо перестать быть красивой. По крайней мере, на экране. Ну, то есть сыграть какую-то сложную, драматичную роль. Максимально спрятать свою красоту, избавиться от макияжа. В идеале даже застричь волосы и набрать лишний вес для роли. Сыграть так, чтобы все поверили, что ты некрасивая. И вот как бы глупо это не звучало, это чуть ли не единственный способ для красивой актрисы заявить окружающим о своем таланте. Только тогда все как-то резко пробуждаются и видят то, чего раньше не замечали. Такой парадокс называют эффектом уродливой роли. То есть, когда актрису лишают типичных атрибутов женской красоты и сексуальности. Я думаю, вы не раз видели такие сюжеты в кино. Из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Сюжет, как правило, очень банальный. Невзрачная девушка с богатым внутренним миром в силу определенных обстоятельств преображается в красотку. Невзрачность героини обычно показывают с помощью штампов. Очки, бесформенная одежда, брекеты, прическа, а-ля я помыла волосы в унитазе, и полное отсутствие макияжа. Преображение также идет по накатанной. Убираем очки, скобы, одеваем красивую одежду по фигуре, каблуки, красим, распускаем волосы и вуаля, наша красотка. Я не собиралась врать, чтобы оказаться в центре внимания, но признаюсь, мне это нравится. Вид у тебя, как у стриптизерши. Мам! Стриптизерши высшего класса для министров, олимпийцев. И вот тут до меня дошло. Женщины-актрисы могут делиться на классы так, что на одном полисе будут сексуальные красотки, а на другом крайне профессиональные и опытные актрисы, играющие сложные роли. Если представить такую диаграмму, то точкой пересечения этих полисов будет как раз та самая уродливая роль. Например, роль Марго Робби в фильме «Тоня против всех». И хотя у меня язык не поворачивается, назвать эту ходячую Барби страшненькой, в этом фильме все-таки акцент делается на то, что главная героиня не считается красивой. Это настоящая драматическая роль, которая позволила раскрыть актерский талант Марго. После выхода фильма одной из самых красивых актрис планеты тут же перестали считать просто красивые декорации и номинировали на премию «Оскар». Хотя, мне кажется, глупую блондинку такой умной и талантливой актрисе тоже, ой, как нелегко сыграть. Но за это «Оскар» ни разу не давали, не дают и, думаю, давать не будут. Известная актриса и модель Шарлиз Терон тоже рисковала застрять в образе просто красивой блондинки. Ей предлагали в основном однотипные роли роковых красоток, но Шарлиз всегда хотела чего-то большего. И вот тут на помощь пришла та самая уродливая роль. Шарлиз предложили сыграть женщину-серийную убийцу Эллен Уорнерс в фильме «Монстр». Роль подразумевала обратное перевоплощение из красотки в местами даже отвратительного персонажа. Но Шарлиз Терон это ни капельки не смущало. Для максимального погружения в роль актриса набрала 14 килограммов лишнего веса. Ко всему этому добавили грим, и от сексуальности не осталось и следа. За свою блестящую игру в этом фильме Шарлиз получила свой заслуженный Оскар. И весь мир наконец-то разглядел в ней талантливую актрису. Из этой оперы мы можем вспомнить Энн Хэттой, которая с помощью уродливых ролей всем доказала, что она не просто красивая, но еще и мега талантливая. Также примерами уродливой роли можно считать Натали Портман в «Ви значит вендетта», Руни Мару в «Девушке с татуировкой дракона», Сальму Хайек в фильме «Фрида», роль Николь Кидман в «Часах», Дженнифер Лоренс в «Зимней кости». Лиз Уизенспор в «Дикой». Все эти роли помогли признанным красоткам раскрыть свой потенциал. Именно поэтому многие считают, что уродливая роль сейчас срочно нужна Синди Суине, иначе она рискует остаться просто в образе сексуальной куклы. А вообще сейчас появляется все больше трендов на принятие себя и отказ от навязанных стандартов. Кажется, примерно полгода назад я натыкалась на статью, почему все горячие модницы маскируются под гадких утят. Суть тренда в том, что если раньше было модно выглядеть как типичная ит-гел, то сейчас многие знаменитости делают все наоборот, чтобы хоть как-то выделиться из толпы других моделей. И вот Белла Хадид косплеит библиотекаршу, Айрис Слоу заплетает красивые хвостики, а в моду входят бабушкины кардиганы. Но и это еще не все. В ТикТоке появился еще более яркий тренд. Прямо сейчас девушки по всему миру отказываются от так называемых адаптивок, то есть от навязанных обществом бьюти-процедур, совершаемых ради одобрения общества. Сливкам можно отнести, например, использование косметики, диеты, эпиляцию, неудобную одежду и каблуки. В некоторых странах обсуждают отказ от романтизации замужества и материнства. Хорошо, назови мне хотя бы три причины, почему ты не хочешь иметь детей. Окей. Первое. За них надо очень много платить. Второе. Я еще морально абсолютно никак не готова заботиться о ребенке. Я себе позаботиться не могу. Третье. Я не хочу приносить ребенка в этот мир. Хорошо, ну я хочу, чтобы у тебя были дети уже. А это что, моя проблема? Господи, какая же ты неблагодаря... Видео набирают сотни тысяч просмотров, а в комментариях люди спорят о том, что можно считать адаптивным поведением. От чего можно отказываться и заставляет ли общество женщин вести себя определенным образом. В общем, тема очень интересная, горячая и спорная. Все, как мы любим. Так что дайте мне знать в комментариях, если вам это интересно. Обсудим. Обязательно ставьте лайк под этим видео. Вам не сложно, мне приятно, а каналу очень помогает с продвижением. И пишите в комментариях, рады ли вы тренду на уродливую красоту. И что думаете по поводу страшненькой роли для Синди Суини, о которой сейчас все говорят. И, кстати, кого она могла бы сыграть. И мое послание вам, это не забывать, что истинная красота заложена в женщинах природы. Необходимо лишь ее подчеркнуть. На этом, мои роднулики, я с вами прощаюсь. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.